Главный храм Франции, знаменитый собор Парижской Богоматери, которому посвящен одноименный роман Виктора Гюго и всемирно известный мюзикл, разваливается на глазах. И даже легендарные горгульи теперь выглядят не хищно, а жалко. На восстановление требуется 185 миллионов евро. Правительство готово выделить лишь треть. О том, кто спасет Нотр-Дам. Из Франции Анастасия Попова. Служители храма бьют тревогу. Малейшее прикосновение. И стена осыпается на голову туристов. Накануне я побывала на большой месте по случаю вознесения. И внутри храм очевидно нуждается в ремонте. Средства решили искать с помощью фонда. Назвали его «Друзья собора Парижской Богоматери» и обратились к частным донорам. Причем ставку сделали на США. Служители храма считают, что там есть обеспеченные люди, которые должны помнить, что именно здесь американские войска праздновали освобождение Франции от фашистской Германии. Туристы, приехавшие из-за океана, от такой логики в растерянности. Я знаю, что у нас в США много своих зданий, которые нужно восстанавливать. Так что даже не знаю, что сказать. Простите. Я считаю, что это часть французского историческо-культурного наследия. Поэтому и оплачивать должны все французы или европейское сообщество. Сейчас вход в собор бесплатный. Но посетители, а это около 14 миллионов человек в год, готовы платить, чтобы сохранить шедевр мировой культуры. Ну как без него Париж? Я не представляю. Просто я ехала, как бы у меня он был первый номер один собор Парижской Богоматери, а потом уже Эфелева башня. За свои 850 лет он пережил и революции, и войны. В начале 19 века его собирались модернизировать и даже сносить. Именно тогда Виктор Гюго написал роман, сделав главным героем это готическое здание. И тем самым не только спас собор от сноса, но и увековечил его в истории. А в начале 21 века появился мюзикл, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. На 8 языках его посмотрело больше 11 миллионов зрителей. Но время и ненадлежащий уход не пощадили здания. Из знаменитых горгулей теперь сочится вода. Регулярно от стен знаменитого собора откалываются камни и падают вниз. Разного размера и веса. Архипархия Парижа бережно хранит их, складывает под навесом на заднем дворе. Денег на капитальный ремонт сейчас нет. Но есть надежда и вера, что средства когда-нибудь найдутся, и исторические булыжники вернутся на свое место. У католической церкви, которой передан собор, денег на ремонт нет. Собирать плату с туристов архипархия Парижа не хочет, ибо это место благодати. Правда, дальнейшее существование Нотр-Дама теперь во многом зависит именно от милости людей. Анастасия Поповли, Абернацкие вести, Париж, Франция.